Весна пришла, пора любви и радости. А так и не скажешь, глядя на сегодняшнюю картину. Как вам начало весны? Хорошее настроение. Только пробки одни. А вот как оцениваете работу коммунальщиков? Пока я их вообще не вижу на дорогах, ни одного. Если в одной части города пробки, то на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе наоборот. Хаотичное движение, которое возникло в результате неработающего светофора. Недавно с мужем ехали, не могли выехать в поликлинику. Я не знаю, два часа, наверное, стояли здесь. И, кстати, очень часто ломается здесь светофор. Я не знаю, куда смотрит ГАИ, должен сразу быть ГАИшник, стоять на своем месте. Как мы видим, детям снег приносит огромную радость. Но что думают по этому поводу взрослые? Они убираются, видите, люди идут и падают. Там-то убрано везде, а здесь на остановках порядка нет. Здесь вот прошел трактор, а там две женщины упали. Вы видите сами, что творится. Это центральную не убирают. А представляете, что про переулках творится? А про деревню они вообще забыли. Вообще не чистится ничего. Начало весны выдалось не самым приятным. Поэтому я решил сесть в снегоуборочную технику и помочь родному городу. Александр Шишов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ Тему ночного снегопада мы продолжим с начальником управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Верой Маркиной. Вера Сергеевна, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли, потому что всех волнует. Готовы ли были дорожные службы к такому обильному снегопаду? Все-таки сейчас уже весна. Да, наши дорожные службы были готовы. Для нас это не новость, потому что основная функция нашего дорожного хозяйства заключается в том, чтобы заранее, естественно, предугадывать погодные условия, смотреть прогнозы. Поэтому для нас это не было неожиданностью. То есть техника у нас уже со вчерашнего дня, с обеда была готова. В первую очередь вечером начался снегопад. Сегодня, да, он продолжился у нас уже дождем. Поэтому в ночь, естественно, для того, чтобы не образовываясь наледь, в первую очередь были просыпаны, обработаны песко-соляной смесью все основные дороги, как на всей территории Ленинского муниципального района. И потом уже, естественно, работала уборочная техника. То есть у нас техника работает в круглосуточном режиме. Как раз в ночное время мы обычно занимаемся тем, что обрабатываем противогололедными материалами и расчищаем дороги, потому что нет такого интенсивного движения. И потом, когда уже наблюдается спад автомобилей на основных дорогах, когда уже люди разъезжаются на работу, то есть мы повторно начинаем, естественно, опять расчищать дороги. А какое количество техники вышло на улицы города именно сегодня ночью, чтобы к утру все было почищено? Ну, вы знаете, в этой ночи у нас вышло порядка 12 единиц техники, потому что мы сейчас говорим о расчистке основных дорог. А, естественно, уже с 6 утра начала работать техника и на внутриквартальных территориях, на дворовых территориях. Ну и, естественно, продолжали расчищать основные дороги уже в утренние часы. Ясно. И все-таки вот если в ближайшее время не будет больше таких весенних неожиданных снегопадов, то когда мы сможем увидеть уже город чистым и опрятным? Я думаю, что к 8 марта мы порадуем наших жителей уже расчищенными, вывезенными от снега территориями нашего Ленинского муниципального района. Хорошо, спасибо большое за беседу. Я напомню, что у нас в гостях была начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Вера Маркина.